Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. Коллега делает пакосты, говорила ей о ее деличках, никак не реагирует, даже эйфория у нее возникает, когда я ей говорю. И начальству говорила она, но она продолжает из-под тяжка делать подлости, чтобы выставить в невыгодном свете, чтобы я переживала и оправдывалась, задумываясь о смене работы. Ну, смотрите, я думаю, что вот ее действия, ее поведение как-то на вас влияет. Вы как-то вовлекаетесь, что ли, в этот процесс, вот, и вы ничего не пишете о том, как это влияет на вас непосредственно, да? То есть, ну, вот, ничего о том, вот, как это на вас влияет, то есть, ну, делает ли она эти пакости лично вам, да, или, вот, или как. Но правда заключается, как мне кажется, именно в том, что вы как-то вот внутренне, да, эмоционально, ну, психо, психо-эмоционально, вот, а вы оказываетесь вовлечены в то, что она делает. И, на мой взгляд, вот, наша задача, да, как, ну, психологов, понять, как именно вы оказываетесь вовлечены в ее пакости и из-за чего вы конкретно, ну, переживаете, да, то есть, что конкретно вызывает у вас переживания, вот. На самом деле, я думаю, что одна из таких вот прямо ключевых проблем здесь заключается в том, что между, ну, между вами и коллегой, вот, есть непростроенные личные границы, вот, в том смысле, что, ну, вот, как бы есть то, что делает коллега, да, есть то, что она делает, вот, ну, сама. Ага, есть то, что делаете вы, вот, и, соответственно, между этими двумя вещами, вещами есть разница, вот. Ну, вы этого как будто бы не видите сейчас. То есть, то есть, иными словами, вы берете на себя, как бы, часть ответственности за нее. Вы берете на себя, как бы, часть, вот, часть, ну, того, что делает она каким-то образом. Вот, вот, на мой взгляд, нужно обязательно постараться увидеть, что это за часть ответственности, которую вы берете на себя, да, вот. Потому что, ну, я повторюсь, что вас это может как-то задевать. О том, что, вот, как-то она лично по отношению к людям, значит, ну, ведет себя, себя как-то негативно, вот. Вот, вы ничего не пишите, не пишите. Вот, естественно, ну, на мой взгляд, смена работы не является выходом из ситуации. Потому что, ну, на другой работе вы можете вполне, ну, как бы, чувствовать, чувствовать, ну, то же самое, да. Вот, то есть вы можете также найти какие-то, ну, для себя какие-то причины для того, чтобы переживать. Вот, и, соответственно, это, ну, если вы уйдете, да, то это не решит проблему, ну, ва, 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 а... Проблему того, как вы это видите, вот. Поэтому нужно, вот, опять же, то, что может для вас, на мой взгляд, сделать психолог в этой ситуации, вот, непростой, это помочь вам увидеть, собственно, ну, ваши чувства, вот. То есть увидеть, что вы чувствуете. Вот, и, соответственно, дальше, я думаю, вы уже можете решить, как вам действовать в этой ситуации. Вот, для себя такой непростой. Не слишком ли, например, много вы придаете значение, там, допустим, в своей работе, да? Не слишком ли много вы вкладываете для себя в работу, вот. То есть, если вы, допустим, ну, чересчур, чрезмерно, вот, вкладываете в свою работу, да, например, придаете ей, ну, какой-то вот большой смысл, такой чрезмерный смысл получается, то, что, само собой, вот, человек этот может как-то, ну, нарушить, 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 вот, ваш покой, да, вашу какую-то реальность может нарушить человек. Вот, поэтому, вот, нужно это преследовать, да, и, соответственно, я думаю, что обязательно, обязательно к чему-нибудь вы придете. Вот, я думаю, что вы сейчас злитесь, вы злитесь на свою коллегу. Вот, но, что интересно, это то, что именно вы называете пакостями ее. Вот, то есть, ну, что вы считаете пакостями, да? Вот, почему вы, например, видите то, что она делает именно как пакостя. Вот, так что, то есть, ну, если вот, условно, вред, да, реальный вред, от того, что она делает. Причем, вред именно вам, то есть, вот, не кому-то, да, работе какой-то, вот, может быть, имуществу, да? Нет, это все немножечко не то. Именно, именно, вот, вред вам конкретный. Вот, вот, я думаю, я думаю, что, что, ну, на это вам нужно обратить свое внимание. Потому, 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 потому что, а, потому что, а, ваше начальство, да, ваш начальник, он не хочет, очевидно, чтобы она уходила. Вот, иначе бы, ну, мне кажется, ее бы уволили, вот, начальник, вероятно, испугал, ну, по той или иной причине, заинтересован в том, чтобы она осталась. Вот, чтобы она продолжала, ну, делать, вот, то, что делает. А, слушай, ну, не, нравится вам это или нет. Вот, а вам, ну, вам, вот, в этой ситуации, на мой взгляд, нужно адаптироваться. Вот, вот, то, что вы демонстрируете, это как раз таки, как раз таки, невозможность адаптации. Вот, вы не можете адаптироваться. Ну, вы, внутренне боретесь с этим, пытаетесь, э, отстоять что-то свое. Вот, понимаете, да? Ну, я думаю, что это, ну, может быть, из-за страха каких-то ваших. Вот, я думала, что это, может быть, из, ну, каких-то невозможность ваших тоже. Вот, то есть, тут вот нужно смотреть, ну, тут нужно смотреть, конечно, о чем именно идет речь, да? И, ну, как. Вот, и, соответственно, я думаю, что, опять же, какой-то вот анализ, интервью, да, вам тут может помочь в этом. Вот, в том, чтобы в этой ситуации разобраться. Ну, можете ли вы прямо сейчас ответить на вопрос о том, что вы чувствуете, вот, ну, по отношению к ней, да? То есть, вы говорите просто, что переживаете, да? Вы говорите просто, что, ну, как-то вот негативно, как-то негативно это воспринимаете. Но, что вы чувствуете к коллеге? Вот, вот, конкретно, что? Что это за чувств? Может ли это быть, ну, например, злостью на коллегу? За что-то. Может ли это быть, ну, какое-то еще, какое-то еще любое другое чувство? Вот. Как бы то ни было, что бы то ни было, за чувство, ваша задача постараться его идентифицировать. Вот. И выразить. Вот. Нужно его выразить. Вам нужно его попросить. Вот. Чтобы сменять эмоциональный тонус, который вас сейчас, ну, вот, зашкаливает. И, собственно, вам будет проще. Ну, я так вот, я уверен в этом, что вам будет проще. Вот. Как-то так. Так. Давайте я сейчас еще посмотрю. Вот. Начну говорить. Она продолжает из-под движка делать подлости, чтобы выставить в невыгодном свете, чтобы я переживала и оправдывала. Пишите вы. Ну, вот, опять же, вроде бы здесь, вроде бы понятно, о чем вы говорите, что человек пытается вас дискредитировать. Вот. Ну, попробуйте, вот, опять же, увидеть, что именно происходит. То есть, как именно происходит дискредитация вас. Ну, потому что, в первую очередь, ну, вот, как я думаю, дискредитируете вы сами себя, в первую очередь. Вот. А коллега, она, она, ну, просто подкрепляет какие-то, какие-то, вообще, ну, представления о себе. Вот. Коллега, как-то вот, просто, ну, олицетворяет, может быть, овощаем страхи какие-то, да, и так далее. Вот. Вот. Может быть, чувство вины, которое у вас есть, ну, тоже, вот, дает о себе знать. То есть, тут, ну, ну, к сожалению, тут вот довольно много, вот, неопределённых, да. Ну, конечно, мы вам сочувствуем, то есть, ну, вот, я, например, точно вам сочувствую, сочувствую, ну, вот, я сочувствую, значит, ну, вот, той ситуации, в которой я оказалась. Ну, просто пытайтесь понять, что смена работы не является решением проблемы, потому что если у вас есть определённая модель, поведения, вот, то я думаю, что в любом месте, где бы вы не оказались, вот, найдётся такой человек, который будет, ну, образно говоря, вот, портить вам жизнь, вот, просто потому что, ну, просто потому что вы, условно говоря, вот, как-то уязвимы для этого, вот. Понимаете, понимаете, да, я надеюсь. Вот, поэтому, если вы, вот, склонны, да, так-то, к тому, чтобы чувствовать, например, вину, да, допустим, вот, вы там говорите, да, что вот, чтобы оправдывать, да, то есть, ну, делать что-то, чтобы вы были вынуждены оправдывать, это значит, что вы чувствуете вину, вот, ну, вот, я думаю, что смотреть нужно, вот, вот, в этом направлении, да, потому что, ну, ваше чувство вины, вот, оно напрямую, напрямую не связано, никак не связано с тем, что нам, на мой взгляд, делают коллега, ваша коллега, а связано именно, вот, тем, что, ну, что вы, э, сами, э, склонны, вот, а чувство вины ощущать, вот, вы сами склонны к тому, к тому, э, к тому, чтобы оно, Оно у вас возникало, и просто вот здесь получается вот такой триггер, триггер, вот триггер в виде коллег. Надеюсь, что вы этот момент тоже обязательно зафиксируете для себя, вот ну а чувство вины это у нас нарушены личные границы. Вот это у нас подобная злость, это у нас страх, конечно, само собой, потому что человек думает о себе, что он неплохой какой-то. Значит, вы вероятно склонны к себя обесценивать. Вот. Вы себя можете обесценивать только в том случае, если вот какие-то вещи делаете через силу. Вот. Ну то есть вам не хочется, да? Вы делаете. Ну тут естественно будет обесценивать. Поэтому я думаю, что прежде чем предпринимать решение, вот сначала было бы очень неплохо вообще разобраться в себе. в том, что вы делаете со своей жизнью. Вот. И куда вы идете в своей жизни, а в чего вы хотите в своей жизни, да? вот. И насколько вы, например, чувствуете, допустим, себя, для, ну, к примеру, реализованной, например, в тех, значит, в тех процессах, которые вы выполняете. Вот. Ну, я думаю, вот, примерно, примерно так можно вам ответить. Вот. У меня, конечно, есть еще некоторые предположения. Вот. Ну, я их, вот, наверное, сейчас, сейчас, ну, не буду раскрывать. Вот. Нужно все-таки убедиться до начала, что он, неправдивый. И уже потом смотреть. Вот. Как-то так. На этом, на этом все. Пожалуй. я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что, что вам это было полезно. Вот. Хочется пожелать вам удачи, хочется пожелать вам мужества, потому что, совершенно, совершенно очевидно, что пришло время, что-то менять. в своей жизни, я думаю, что это не просто, а для вас будет. Вот. Ну, я также думаю, что вы можете справиться с этим. Вот. Если не с вами, то с помощью психолога. Вот. Удачи. Обращайтесь. Всего доброго. Фондю любит тебя. Продолжение следует...